Золотое кольцо в новом формате. Международный промышленно-экономический форум пройдет в Ивановской области с 9 по 11 сентября. Он захватит две площадки – Плес и Иваново. Об этом сообщили представители Оргкомитета во вторник на пресс-конференции в Интерфаксе. Они рассказали, в этом году программа мероприятий будет расширена. Кроме дискуссионных площадок, появятся еще и культурно-развлекательные. Александр Лодыжкин, директор департамента экономического развития и торговли, доложил, рейтмотивом форума будет концепция НИД – национальной технологической инициативы. Суть ее в том, чтобы сделать экономику страны конкурентоспособной и высокотехнологичной. Прийти к этому нужно к 2035 году. Мы хотим посмотреть роль региона в этой инициативе, чтобы каждый из предпринимателей, общаясь с экспертами, с идеологами этой концепции, мог увидеть себя и проложить свой путь к этому светлому будущему. Особое внимание планируют уделить развитию рынка индустрии FashionNet. Так, перспективам участия Ивановской области в формировании этого рынка будет посвящен круглый стол. Картины будущего текстильной промышленности со слов властей выглядят очень красочно, но немного сюрреалистично. Ты можешь конкретному изделию, это я рисую контур будущего, но сейчас уже это потихоньку появляется, определить, какого цвета у тебя будут пуговицы, какого цвета будут отдельные элементы этого изделия, заказать такое изделие, посмотреть, как оно у тебя будет смотреться на фигуре, нажать на кнопку и через день оно у тебя будет. Цель федерального центра заключается в том, чтобы посмотреть, каким будет текстиль в будущем и разработать дорожную карту методом от обратного и понять, что сегодня нужно сделать, чтобы он таким был. Среди новшеств этого года – проведение в рамках форума 24-го текстильного салона. Светлана Разина, директор салона, сообщила журналистам важную новость. В ходе форума будут решать вопрос об организации производства под брендом Егора и Вячеслава Зайцевых на территории нашего региона. Коллекция, которую на этом текстильном салоне представит мэтр отечественной моды, станет некой иллюстрацией к тому, что начнут производить. Иваново 25 лет строило фундамент для того, чтобы сегодня… Нам можно сегодня все начинать. Как бы мы все начали давно. И Иваново настолько среди других городов прочно стоит на этой площадке FashionNet. Мы все уже создали. В субботу на территории одного из торговых центров в Иванове в рамках форума начнет работу Иваново-Вознесенская ярмарка, в которой примут участие более 50 местных товаропроизводителей. Свою продукцию представят фермерские, личные подсобные хозяйства и предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности области. Полина Понасицкая, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.